Всем привет! Сегодня мы посмотрим, как создается трасса для соревнований по халфпайпу на сноубордах. Спортивная дисциплина в соревнованиях по сноуборду под названием халфпайп появилась относительно недавно. Классификацию олимпийских зимних видов спорта она включена в 1998 году. Соревнования проводятся на специальном снежном рельефе, который представляет собой вытянутый желоб овальной формы. Собственно, само название халфпайп переводится с английского как «половина трубы». Идея такой конструкции не нова, подобные формы ранее уже использовались в устройстве рампы для скейтборда. На сегодняшний день существует два стандарта трассы. Первая под названием халфпайп имеет длину 80 или 100 метров, а высоту стенок от 3,7 до 5,5 метров. Сооружение под названием суперпайп выглядит более серьезно. Общая длина трассы от 120 до 180 метров, в зависимости от возможности рельефа. Ширина между бортами 20, а высота стенок 6,7 метра. На сегодняшний день именно размер суперпайп является стандартным для всех крупных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпиады. А более скромные по размерам трассы относятся к разряду любительских или тренировочных. В зависимости от рельефа местности, а также располагаемых средств на строительство, трассу можно либо выкопать в земле и покрыть слоем снега, или нагрести снежные навалы необходимого размера и создать заданную геометрию склонов. Основной техникой для создания трассы являются гусеничные ретраки с отвалом, а также со специальными насадками для обработки склонов. Ретрак представляет собой транспортное средство на гусеничном ходу, в основе которого лежит конструкция трелевочного трактора, адаптированная для работы в суровых зимних условиях. Самоходное шасси ретрака снабжено гусеницами шириной более метра, что обеспечивает хорошую устойчивость на крутых склонах и минимальное давление на снег порядка 50-60 грамм на квадратный сантиметр. Ретраки изготавливаются из легких материалов, имеют утепленную кабину и остекление с возможностью панорамного обзора. Машина может работать на очень крутых уклонах благодаря низкому центру тяжести и большой площади контакта с поверхностью. В некоторых случаях для подъема техники на крутой склон используются вспомогательные стационарные лебедки на вершине горы с длиной троса до 1200 метров и силой тяги до 5000 килограмм. Соревнования по халфпайпу достаточно зрелищные. Используя скорость, набранную на склоне, сноубордисты подлетают над краем пайпа и выполняют акробатические трюки в воздухе. Целью соревнований халфпайпе является выполнение сложных трюков идеальной формы. Оценивается амплитуда прыжка, сложность и вариативность всего выступления. Во время выполнения упражнений сильнейшие спортсмены выпрыгивают на высоту до 3, а то и 4 метров над уровнем верхней полки. При этом длина пролета на отдельных прыжках составляет до 10 метров. Очень красивое зрелище. Но, к сожалению, постройка трассы халфпайпа, а тем более суперпайп, достаточно затратное мероприятие. И далеко не каждый горнолыжный центр может позволить себе такие траты на строительство и уход за трассой. Так что, эта спортивная дисциплина пока доступна далеко не всем желающим. До встречи! Ну а на сегодня все. Если вас интересуют технические новинки отечественных и зарубежных производителей, необычная техника и автомобили, подписывайтесь на канал и будьте в курсе увлекательных событий. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!